привет всем добрым людям с вами елена на своем канале мой сад воплощение мечты сегодня я посадила свою гортензию метельчатую сорта фантом и пока сажала конечно же поснимала немножко так что сейчас вам покажу как я это проделала место я выбрала солнечная у меня уже есть одна гортензия которую я в прошлом году вам показывал как она роскошно светет ссылочку поставлю внизу поэтому это уже проверено что на солнышке они очень очень хорошо растут конечно полив они требуют но и в тени точно также они полив требует и подкормку тоже зато как цветут яма для гортензии я выкопала не очень большую где-то сантиметров она наверное у меня 40 в глубину и сантиметров 50 в ширину но поскольку корневая система гортензии разрастается больше в ширь чем в глубь поэтому я буду вокруг этой ямы еще добавлять перегной и опад сосновый наверное или еловый какой найду в лесу и таким образом буду расширять ее владение поскольку гортензия у нас любит кислую почву то при посадке я добавляю опилки опилки в данном случае предпочтительнее даже от хвойных пород потому что они больше закисляют почву но у меня лиственные это от спила больных яблонь старых осталось гены собирала и у меня здесь вот мой недозревший компост и все это я смешиваю с землей которую выбирала из ямы получается у меня где-то две части компоста одна часть опилок и одна часть вот этой выбранной земли поскольку и компост не недозренный и опилки все это может дать сильную осадку поэтому я вообще все это дело уплотню я тут так хорошо сейчас попрыгаю полностью она конечно не осядет но при посадке потом когда вот она чуть-чуть еще даст усадку и у меня получится поливочная лунка для для моей гортензии а так можно было бы конечно заранее сделать яму заранее ее сделать и она тогда бы сама осела как надо но поскольку яму я заранее не сделала мне приходится уплотнять я думаю достаточно гортензия у меня из питомника кутепова сорт фантом очень очень давно я хотела этот сорт давно уже прочитала еще не было сада у меня я уже читала по эту гортензии декоративно цветущий кустарник высотой до двух с половиной метров цветение август сентябрь соцветия пирамидальной объемные до 30 сантиметров длиной кремово-белые розовеющие к осени зимостойкий вот чем еще хорош этот сорт кроме того что у него такие большие соцветия и все как полагается еще я про него читала что он не так сильно гнется не так сильно полегают цветочки как вот моему лайм лайм например ну посмотрим в конце концов сделаем ему опору хорошо он у меня я покупала его где-то в январе наверное в костараме очень я довольна как он сохранился вот только недавно я проделала здесь дырочку ему он там в гречневой лузге какие-то тут шарики я не знаю что это удобрение или какой-то разрыхлитель не знаю кстати в яму я не добавляла никаких удобрений специально тут можно было бы добавить какие-нибудь долгоиграющие типа осмокота а еще лучше авы которая несколько лет не вымывается из почвы а всякие простые удобрения ну совершенно нет никакого смысла потому что растение водохлеб поливаешь очень часто и все это вымоется лучше жидким удобрением поливать либо закладывать какие-то долгоиграющие удобрения долгоиграющих у меня сейчас нет поэтому поэтому я вот так вот сделаю так сейчас перчатки одену и буду сажать так ну я готова здесь у меня в тазике кстати биогумус смешанный с землей то что я заготавливала прошлой осенью из своего уличного червятника и я посажу вот ее саму вот эту гортензию непосредственно в этот биогумус чтобы утопилки перегной чтобы никаких эксцессов у меня не случилось чистенькую спокойную землю чуть-чуть я пошевелю собственно все здесь порядке так мокро потому что я вчера ее вымачивала так она была чуть-чуть влажненькая не знаю что за шарики но надо посмотреть в питомнике кутепова что за шарики такие они вкладывают может это какая-нибудь как раз а вы и есть корневую шейку не заглубляю ямка моя еще осядет немножко ее утянет все будет хорошо первый год после посадки в общем-то удобрение с большой-большой осторожностью если только вот фосфор содержащие то есть все для того чтобы развилась корневая система хотя растение конечно проглот водохлеб проглот ну проглот она именно потому что водохлеб вымывается очень быстро все из нее очень хорошо что у нее нет пока никаких листиков только почечки так что никаких ожогов нам тут не грозит все полью и пусть растет в планах у нас соседкой сходить за опадом хвойным вот как сходим так замульчирую и вот сюда вот еще добавлю хвойного опада уже все в порядке осталось только полить все на этом дорогие мои выращивайте цветы и будьте счастливы пока и и и и Субтитры сделал DimaTorzok